От графики до народного искусства. В набережной Челнинской картинной галереи подвели итоги ежегодного конкурса «Художник года-2020» и представили выставку работ участников. На ней были представлены более 200 работ в разных жанрах и техниках от 113 авторов. И только семеро стали первыми в своих номинациях. Как проходила церемония открытия выставки и кто стал «Художником года» в нашем сюжете. Духовой оркестр встречал гостей и сопровождал торжественное вручение призов. Сегодня ценители изобразительного искусства могли познакомиться не только с произведениями художников и скульпторов, но и с самими авторами работ. Самые лучшие! Лучшие из лучших! Картины по мотивам произведений татарских писателей, пейзажи родного города, скульптуры и деревянные поделки. Все это и многое другое авторы творили в течение 2020 года. Конкурсная выставка стала для них подведением итогов и показателем роста мастерства. Быть в творческом настрое и создавать какие-то вещи – вот это самое главное для художника. А какой результат уже зритель судит? Очень приятно наблюдать, как растет молодежь, как они выставляются. Приятно открывать новые имена. Одним из таких новых имен, отмеченным в жюри конкурса, стала Татьяна Низамова. Художница говорит, что не ожидала, что займет первое место. Я не знаю, как все остальные художники, но я человек очень мнительный, и мне надо, чтобы мое творчество нравилось. А тут оно, оказывается, понравилось. И я номинант. А вот Фуат Закиров свои произведения выставляет на конкурс каждый год вот уже в течение 15 лет. И всякий раз становится победителем в своей номинации. Ведь его работы – деревянные поделки, старинные деревенские игрушки – настоящий эксклюзив. Конкурсов есть, наверное, есть. Куда они пропадают? Здесь нет пока. Они не участвуют. Кроме победителей по номинациям в конкурсе «Художник года» будет определён также абсолютный победитель. Его имя объявят на празднование Дня работника культуры, а выставка конкурсных работ продлится до 14 марта.